Сын, смотри, вот здесь вот надо вот было так сыграть, а здесь так. Как пап, что ты мне рассказываешь? Ты же всю жизнь в футболист. Я говорю, ах так? Я говорю, ну тогда я иду в хоккей. Мощно. Раз. Ну вот, наверное... Это Вячеслав Малафеев полтора года назад. Ну где-то так вот. Если хочешь хорошо играть, я имею в виду, классно владеть броском, щелчком и так далее, льда недостаточно. Всем привет, с вами Хоккей Стик. Продолжаем тему любительского хоккея. И сегодня у меня на льду в гостях не просто любитель, звездный любитель, а именно Вячеслав Малафеев, в прошлом известный воротарь Зенита, также участник проекта «Звезды в Африке». Узнаем его путь в любительском хоккее, с какими он трудностями сталкивался, столкнулся, как он их преодолел и так далее и тому подобное. И огромное спасибо моим партнерам за помощь в создании этого видео. Подробнее о них я рассказываю в своем телеграм-канале и других социальных сетях. Больше не отвлекаю. Приятного просмотра. Поехали! Кстати, вот одна из причин, почему я пошел. Почему? Занимался хоккеем. Кстати, вот меня звали в части Леша Ягудин. Ага. В ледниковом шоу. И я сказал, что я вообще не стою на коньках. Он сказал, так это наоборот круто. Я говорю, не-не-не, я так не могу позариться. Я говорю, я лучше покатаюсь понемножечко, по чуть-чуть и так далее. Ты отказался? Не, ну, конечно, я отказался. То есть я вот встал на коньки буквально год, ну, там, полтора года назад. Просто встал. То есть я до этого вообще не то, что не играл в хоккей, я не знал, как ногами двигать на коньках. Ну, тем более, там еще нет хоккейной экипировки. Тем более, да, уже опасно, да? Уже опасно. Вот, а еще одна причина. У меня младший сын хоккеист. И вот как-то, когда я прихожу ему на игры, смотрю, там, что-то подмечаю, подхожу ему и говорю, сын, смотри, вот здесь вот надо вот было так сыграть, а здесь так. Я говорю, пап, что ты мне рассказываешь? Я говорю, ты же всю жизнь в футболу играл. Ты же футболист. Я говорю, ах так? Я говорю, ну, тогда я иду в хоккей. Вот, я пошел заниматься. И действительно, мне стало, во-первых, интереснее с сыном общаться. Вот. И еще одна причина, это, конечно, такой вызов для себя. То есть, выйти из зоны комфорта, потому что я для себя решил, что вообще никогда не буду играть в хоккей и стоять на коньках. А потом такой думаю, ну, в смысле ты решил? Ты просто этого боишься и не умеешь. А ты, кукол, пойди-ка это и сделай. Вот. Ну, и тоже вот, а так затянулся. И на самом деле, вот игра в хоккей, тренировка, игра, не важно, ты полностью отключаешься. То есть, тебе нужно держать баланс, думать, да, смотреть, где игроки. Постоянно крутить головой, какие-то, там, ну, следить, чтобы не упасть, чтобы в тебя не въехали. Чтобы в тебя не въехали. Да, 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 про любительский все-таки хоккей говорим. Вот. И действительно, это так вот просто отключает даже эмоционально. И вот можно перегрузиться. Вот я по утрам тренируюсь и заряжаюсь, и так переключаюсь немножко. Тогда сразу вопрос. Сколько раз в неделю тебе удается заниматься хоккеем? Именно хоккеем. Ну, да. Ну, минимум два раза. Иногда получается и три, и четыре. Вот. Ну, у меня есть еще другие тренировки. Я там занимаюсь боксом, есть какой-то еще фитнес. Есть другие увлечения. Там, зимой катаюсь на лыжах, футборах. То есть, спорт у тебя ежедневно? Практически, да. То есть, даже в выходные дни я стараюсь активно проводить их. Вот. Это может быть, не знаю, покататься на серфе, там, не знаю, пробежаться даже, может быть, там, поучаствовать в каких-то мероприятиях активно. То есть, в любом случае, спорт – это часть жизни, она меня заряжает, вот, и, не знаю, так, придает какой-то смысл. Потому что, мне кажется, когда ты вот в хорошей форме, вот, можно даже и поиграть за ветеранов в футбольном матче, да, потому что… И я, кстати, был на крайней мере, да, когда выиграли в футбольном матче, когда ты там, как кошка. В этот раз я решил не готовиться, потому что еще год назад, когда мы играли в Москве против «Спартака», где-то недельки-две я тренировался возле дома с сыном. А тут я решил, что не буду, потому что все равно другие группы мышц, опять заболеет что-то, опять не то. Классика. И я просто говорю, сын, пойдем к старшему, он у меня вратак. Да, да. Говорю, давай на детскую площадку, побросаешь меня, покидаешь, побьешь, и все. 30-40 минут, я такой, так, мяч ловлю, так, здесь все нормально, ну и не надо. Вышел на матч, и на самом деле такое приятное ощущение, я имею в виду даже не с точки зрения атмосферности, да, стадиона, там, игры, а именно, собственно, ощущение того, что ты еще что-то можешь. Потому что половил мяч, попадал, вроде голова, ну, в теле, скажем, да, 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 то есть, и вот, конечно же, я понял, что вот занятие спортом, но, в частности, хоккей, поддерживает меня функционально. Да, слушай, а давай сейчас вернемся на полтора года назад, и хотелось бы поговорить, и, может быть, ты продемонстрируешь в том числе, вот, первое, с чем сталкиваешься хоккейст, это надо научиться кататься. Как у тебя с этим складывалось? Какие тебе элементы давались крайне тяжело? Какие чуть попроще? Все. Начиная, не, на самом деле, вот, единственное, что мне полегче давалось, это клюшки и работа с шайбой. Это стоя на месте, а если убрать шайбу, там, например, фонарики, перекаты. Ну, все, что касательно катания, давалось очень тяжело, то есть, вот, я помню себя, я выходил, я падал редко, но это, видимо, из-за того, что хорошо, в принципе, у тебя балансирует. Но именно вот катание, оно было, ну, вот, наверное, это Вячеслав Маафеев полтора года назад, ну, где-то так, вот, не, пошире, не, надо было шире, это сейчас поуже, а тогда вот как можно шире, чтобы не упасть. Вот, у бортика, то есть, самое, наверное, еще было элемент, такое-то торможение, то есть, мне было очень тяжело вот затормозить. Я даже сейчас, мне намного сложнее натормозить правой ногой, чем левой, потому что привык, не знаю, как-то вот все время. Ну, рабочее наторможение, да. Давайте сразу проверим Вячеслава Маафеева, такой у нас будет маленький челлендж на торможение правой и левой ногой. Вот, я сам себя, что-нибудь, разогнал, понимаешь? Да, то есть, спокойненько разогнался правой ногой, спокойненько разогнался левой ногой. Ну, давай, давай, давай. Давай, давай. Раз. Ну, все. Почти. Ну, 3,4. Близко, это чтобы оператор был. Да, тебя просто оператор смутил. Нет, на самом деле, это хорошее упражнение, как вот с точки зрения чего-то на щечке, да, то есть, раз. Да. Я его почти регулярно делаю, чтобы поддерживать. Опа. Вот, чтобы все время вот этот элемент, как бы, был немножко подвластен мне, да, потому что в игре, конечно, нужно вовремя затормозить, развернуться, и вот мне это сложнее всего давалось. Все время спотыкался, падал, а сейчас, наверное, элемент это катание назад. То есть, если еще... Прости, поправлю, спиной вперед. Спиной вперед. Все верно, спиной вперед. То есть, если вот еще вот как-то вот это я освоил, то самая основная проблема... Дай угадаю, перебежка. Абсолютно верно. То есть, если еще вот в эту сторону я так как-то могу сместиться, то в другую это... Я попробую. Я даже не пытаюсь. Опа. Ну, то есть... Ну, ты сейчас прям видно, ты сейчас максимально собрался. Да, да. Сейчас я собрал, были кошачьи лапки. У меня этот элемент очень тяжело тут, в принципе, дается. И, в принципе, само по себе катание тоже с перебежками, да? Пешкой переступ. То есть, я могу, да, я могу быстро подъехать, раз, не знаю, там, развернулся, сделать, да? А вот если ты идешь, и тебе надо... Раз, два. У меня вообще просто это беда. Я даже не пытаюсь. То есть, мне нужно вот так вот на скорости повернуть. Я поворачиваю, разгоняюсь, и поворачиваю вот так вот. Опа. Все. Есть. Но... Терпение и труд катания всегда. Больше тренировок, и, действительно, катания нужно, наверное, больше, чем работы с шайбой. Мне, во всяком случае. Хотя я знаю других, особенно у девчонок, у них очень хорошее катание, они, видимо, с детства. Ну, у них опыт с шайбой, им сложнее. То есть, само ведение, бросок, тем более. То есть, вот, конечно, каждому, кажется, свое доно. Но там еще и силенка. Я просто, мы вам чуть попозже покажем, какие славы наносят разящие броски. Ну, да, это я... Это, конечно, сила есть, ума не надо. Поэтому, к слову, да, девчонкам, конечно, это чуть тяжелее. Но это вот к слову, да, перебежка вправо-влево. Это же, наверное, то же самое. Можно провести параллель с футболом, как рабочая и нерабочая нога, рабочая и нерабочая сторона. Абсолютно верно. Да, то есть там лупость вправой. То есть, правая нога, да, здесь то же самое. Прыжок влево-вправо. То есть все должно быть забалансировано. И в футболе элементы, я имею в виду, даже вот у меня правша в футболе, да. Но я все время заставлял и работал с левой ногой. Ну, потому что в любом случае ей приходится играть пас, иногда даже верхом давать передачу. То есть ее поддерживать. Понятно, что и в хоккее, наверное, у каждого есть свой какой-то фирменный элемент, который у него хорошо получается. А остальное все равно нужно подтачивать, немножко тренировать, тренировать. Вот. Мы же все равно играем как в футболе, так как в любом вида спорта, за счет своих сильных каких-то качеств. Опять же, кто-то быстрый, да. Кто-то мышление. Кто-то быстро ногами работает. Вот, не знаю, кто-то бросок сумасшедший там и так далее. То есть не бывает суперспортсменов, у которого все сразу развито. И еще на высоком уровне, конечно. Ну, в общем, ты сам знаешь ответ на вопрос, что надо делать передачу в левую сторону. Окей, давай, ладно. Раз уж мы затронули тему бросков, у нас сегодня воротарь Николай. У нас есть один лучший воротарь Купчина, Володя. А это второй лучший воротарь Купчина. Кстати, у вас с ним история примерно одинаковая. Николай тоже около двух лет вот так вот прям активно играет в воротах. Поэтому давай побросаем и потом поговорим, как ты начал дружить с шайбой. И вообще дружишь ли ты с ней и насколько хорошо. Серию по пять. Так. Что, просто лупашу, да, как могу, куда попаду. Ну вот, у тебя задача забить. У меня задача забить, да? Да, у тебя задача забить. Мощно. Раз. Два. Хекс. Два из трех. Ну да. Держать себя в форме. И чтобы, Колян, я сейчас тоже ему пятки лупану. Сейчас у меня есть шанс даже, может быть, выиграть. Колян, но это мы не соревнуемся. Мы просто каждое, конечно. Мы каждое лето встречаемся с профессионалами, и они меня каждое лето унижают. У них даже уже между собой и заруба, как бы, ну, проигрывать нельзя. Раз. Два. Есть. Два. Хорош. Два. 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 Слав, не сразу, тогда тебе вдогонку вопрос. А почему щелкнул? Как у тебя с кистями? Или ты сейчас на силу? Ну, на самом деле, в принципе, я-то понимаю суть, да? Но мне больше нравится даже не кистями. Вот если ты идешь, и вот так вот. С подбиванием. А, нет, ну просто резко. То есть, ты идешь, идешь, идешь. То есть, он получается, что неожиданно до вратаря. Ага. То есть, можно вот, да, так ударить. А мне нравится вот все равно щелкать, но вот коротко. Потому что вот это почему-то оно мне элемент. Именно я имею в виду. Как-то вот мне точности. Ну, мне кажется, попроще дается в том числе. Да, но мне точности. Вот ее же тут же нужно поднять еще вверх туда. Да, вот завернуть. И вот, не знаю, вот пошел как-то вот этот щелчок. Стараешься его использовать. Окей. Давай тогда ради интереса, Вячеслав Малафеев, все-таки попробуем кистевые броски. Ну, давай попробуем. Как у тебя с ними? Стори. Так, четыре. Ну, вот, пять. Что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пиаско. Пошло. Ну, когда не тренируешься, конечно, не забиваешь. Да. А? Ну, да-да, слава всем. У меня все равно в конце идет этот. Да. Подбивал немного. Ну, в общем, мы поняли, что в сегодняшний момент, но... Ну, типа вот так, да? Только в обороте. Смотри, да. Ну, грубо говоря, в пол-оборот стоишь, отвел и туда шайбу разгоняешь, швыряешь. Тебе это точно пригодится? О! А, все, я вспомнил. Вспомнил? Надо же назад отводить, точно. Все, вот, я вспомнил. Давай тогда. Раз. Есть. И еще одна. Добивание! Еще одна. В общем, получается, что ты уже овладел всеми вариантами бросков. То есть ты показал, что у меня с кистями, с подбиванием, с шандарахмуса щелчка, назовем это так. Ну, и как обычно, тренироваться. Ну, конечно. А вот, насколько тебе тяжело давалось вот как раз изучение броскам? Ты сразу на льду или, может, ты ходил в бросковую зону? Потому что все-таки бросок. Начал я сразу на льду, но я ходил на бросковую. Отдельно, да. То есть и там и щелкал, и бросал. И это 100% необходимо. Если ты хочешь хорошо играть, я имею в виду, классно владеть броском, щелчком и так далее, льда недостаточно. Потому что на льду ты все равно, это движение, это катание, там ты не так много возможностей, я имею в виду в тренировке, объемно набрасывай, да, бросай, щелкать и так далее. Все равно игровые упражнения, но там не столько количества раз. На бросковую 40 минут, ты можешь, пока не устанешь. Пиу, пау, пум. Да? Коши, да. Ты бросковые. Ну, ходил. Вот если бы мне бы совсем плохо давалось, я бы, наверное, продолжал бы ходить. Но мне кажется, в твоем случае, безусловно, играет роль солидное спортивное прошлое. Тебе, в принципе, это должно даваться чуть легче, мне кажется, чем... Мне кажется, что в детстве я играл в хоккей. Но ты этого не помнишь? Смешно, да, смешно? Да нет. Я действительно играл в хоккей, но коньков у меня не было. На валенках? Да, и я помню, мы точно выходили на какой-то площадке и играли мячиком. То есть, вот, не шайбой, а мячиком. Не было амуниции никакого. Ну, точно что-то такое припоминаю. Ну, не так много, чтобы просто действительно это хорошо помнить. Окей, полтора года в хоккее. Вячеслав Малафеев в футболе воротарь. А в хоккее Вячеслав Малафеев это остро атакующий, нападающий. Либо ты домосед-защитник, либо ты остро атакующий защитник. Как у тебя самплуа идет сейчас? А знаешь, как этот... Был один такой случай футбольный. Сергей Овчинников такой воротарь. Локомотив, если я не знаю, не знаю, память. Да, вот. У них была какая-то принципиальная игра, и там что-то судья чуть не то сделал, там кто-то сюда, забили им. И он идет, как бы его меняют, или удалили, удалили его. И он там что-то отдает повязку. Получилось, что бросил капитанскую повязку. Ну, и его провоци, провоци. Он говорит, я капитан команды. И понял, да? Поэтому, когда я спросил про амплуа, я капитан команды. Я спросил, почему я? Я же не самый лучший игрок, я не так хорошо, может быть, как остальные играют. Говорит, ну... Ты человек, который уже, как бы, был, как говорится, в этих реалиях, да? То есть я был капитаном команды у себя в клубе, в «Зените» несколько лет. И, в принципе, как бы, я это понимаю. И, по большому счету, мне амплуа, вот, играть в обороне или в атаке, все равно. Мы, как-то, с ребятами уже договорились. Не важно, когда ты начинаешь там с защитником или впереди. Просто по ситуации. Все говорит, давайте не будем придумывать вот эти схемы, четко там отрабатывать, каждую свою позицию. Ведь просто играть и кайфовать. Мы же ради этого пришли в хоккей. Вот. Ну, в конечном итоге, меня все поддержали. И я могу начинать, действительно, с защитником. Походу, например, переключиться. Да, и пойти потом прессинговать, там, зацепиться где-то на пятачке, а там, игрок нападения, он опустится, отыграет в защите. Вот. И мне как раз это больше импонирует. То есть у действительно универсализма. То есть ты можешь играть и обороняться, и атаковать, это хорошо, и как бы для команды, и для тебя в целом. Поэтому начинал я, как ни парадоксально, действительно нападение. Вот. Там бросал, там все время делал упражнения. А потом, так получилось, что иногда, когда вот соперник теряет шайбу, нужно, чтобы ее кто-то, чтобы атаку начал. И как бы не у всех получается вот держать голову. То есть вот он завладел шайбой за воротами, и вот стоит ее с ней. И вот смотрят только на шайбу. Да. И я понимаю, что уже игрокам впереди неинтересно играть. Их перекрывают, там, они стоят. И ты вот ее берешь, как бы, ну, и у меня хотя бы там понимание, что надо вперед давать. У тебя игровое мышление должно быть разве на 100? Оно даже, оно даже, это не то, что даже мышление. То есть может, просто еще неопытные игроки у нас некоторые, да, и они немного больше вот шайбу контроль. И вот пока их там накроют, и они потом начинают там выбрасывать. И здесь просто надо иногда, чтобы один игрок, который, ну, чуть-чуть лучше владеет шайбой, и чтобы начинал атаки сзади. Иначе это будет вечный просто выброс шайбы из зоны, или потери борьбы в шайбе. И туда бегают, перебрасывают шайбу. Ну, окей, это ты здорово подошел через капитанство, ответственности. Но вот, все-таки, добью. Тебе чуть больше-то нравится атаковать или обороняться? Все-таки у тебя амплуа, воротарь это тот, кто защищает свои ворота. Мне нравится играть, вот так непарадоксально, да? То есть я люблю пас отдавать. То есть вот если мы говорим о том, что надо играть на пятачке, я буду играть жестко на пятачке, протыкает, ну, там, вот, я знаю, как это делать, и так далее. Не сомневаюсь. Если нужно обороняться, я буду подбивать клюшку, я буду это делать, я буду выталкивать игрока, и так далее. То есть здесь, опять же, мне все что угодно интересно. Но больше всего нравится мне, когда, я даже когда упражнения делаю, вот я иду с шайбой, и вроде у меня уже есть позиция, я замахиваюсь, я все равно отдаю передачу. Плеймейкер. Дальше, ну, как бы еду, не всегда получаю. Вот. Но мне нравится отдавать больше передач. Не знаю, хорошо, что в хоккее нету такого игрока, пулузащитника. Ну, слушай, сейчас уже современный хоккей вообще трактует такие условия в хорошем смысле, что 5 впереди, 5 сзади. Сейчас, по-моему, уже вот эта грань между линией обороны и линией атаки, она стирается. Я не знаю, как в футболе, все-таки в футболе там больше. Нет, это правильно. Мы тоже обсудили универсальность, да? Да, то есть игроки действительно могут пятером атаковать, пятером обороняются. То есть это современные, как бы, реалия. А в футболе это у голландцев впервые была такая история, да? То есть такой тотальный футбол, когда действительно была там взаимозаменяемость, они могли меняться позициями по ходу и все остальное. Но все-таки основная является как бы тактика и стратегия это постоянные игроки в своих позициях. Я имею в виду футболе, да? То есть защитник в защитник все-таки там центральный тем более там полузащитники есть еще их там можно трактовать в разных они могут играть в высшие нижние скромность, да, скажем так опорники, там инсайды там и так далее. Атакующие игроки тоже можно играть в три нападающих можно играть в одного но с двумя под ним инсайдами. То есть здесь тоже их можно по-разному называть вот а по большому счету все должны уметь хорошо играть в футбол не просто в футбол играть, катать мяч, да? А обороняться и атаковать. Окей. раз у нас такой чудесный диалог складывается с Вячеславом но в хоккее да и в футболе то же самое безусловно передача это язык на котором разговаривают между собой хоккеисты либо футболисты давай просто маленький челлендж на точность передачи давай попробуем да, фото я показал ключечкой знаешь, как это сейчас зеленый экран да, 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 да окей а если вот ха 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 красавец но получается все в яблочко ну более-менее но более-менее наш корабль ты бежишь а тебя в этом совсем за спину что надо будет практически не но туда яблочко главное понять скорость до опять же соперники мешают не мешают но сейчас в принципе в любительском хоккей не не так все резко читают и так далее но если даже играешь с сильными игроками но проще через борт отдавать потому что вот эти центральные передачи это опасная тисовская перехвата и вообще к там где профессионалы там обычно могут принять хорошо но запрещено любительным да я имею до профессиональным все равно там да то есть лучше конечно через борт играть любителям подъезжать то что очень сложно выдать сразу передачу поэтому проще ближе туда к борту и по нему катать там и даже если потеряешь не так опасно для ворот коля ты размер потому что сейчас мы проверим вячеслава малафеева на буллит и на буллит и оба почти мы сейчас со многими игроками встречались и у нас есть отдельная рубрика про буллит и повторюсь я меня тренер и в детстве не там мхл вхл дальше меня никогда на буллита не выпускали я не умел их бить короче есть популярный буллит самый популярный сейчас ты едешь примерно приближаясь к точке вбрасывание берешь в центр и выезжаешь по центру ждешь пока он перемещается и просто убежи в дальней вот это оказывается это самый рабочий буллит в кхл проверено мной сейчас попробую я сейчас попробую показать может быть тебе это пригодится ты едешь раз сюда в центр типа чуть круче вираж на и на перемещение да вот элемент первый раз когда делаешь а когда первый раз делаешь конечно ну да 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 сложно далее не получилось мы не хотел он уже там был но это вот примерно вот это сейчас считается таким классическим буллитом то есть мы при нашем левом хватит когда ты по дуге выезжаешь центр заставляешь вратаря перемещаться и ты ищешь уже да да то есть я бросил в дальние у тебя же колян когда поехал у него здесь домик открылся ты туда в домик ты можешь когда если он уезжает туда в противоход получается как бы это смешно и не звучало я научил подсказал и что подсказал мы уже сказано подсказал один из рабочих вариантиков а я все думал как его забивать так как его я вот обычно вот первые мои буллиты вот такие были на водитель на вот так вот по прямой едешь и потом все и обратно просто сидит и ждет тебя как бы ты сильно не бросил только не сделал никак ну то есть он перекрывает все ворота то есть по прямой ехать делать буллит нет смысла никакого то есть надо чтобы вратарь просто услуг но это да да круче ну вот такая вот есть подсказок но я думал намертво поймает но может быть в будущем сезоне когда будет у тебя в буллитике тебя сейчас есть время при меня тоже приодно до мной прикалывались когда мы играли вот со сборной этот удар в девятку когда ты еле-еле пальцами достаешь и мне комментарии писали такие говорят ну блин у раньше же ловил такие намертво а там просто еле-еле дотянулся слушаю кстати про игру в воротах наверно популярный вопрос сказать задавали миллион раз я задавал миллион первый раз почему не воротах хоккейных да вот сашки ржаков по мостами память не изменяют он выбрал амплуа вратаря а в жизни нужен такой баланс постоянно да то есть невозможно в одну сторону что перед тебя перетягивала и ты вот все время и вот на таком и работать что-то он хотя нет петр чек же это тоже вратарь вратарь и он стал хоккейные ворота по моему сейчас даже ну кто-то там фабьен бортес допустим был вратарем потом на гонке поехал да то есть ну вот каждого по разным на самом деле много очень футболистов которые пошли в хоккей широк погребала да еще там то есть у нас там звена 2 мне кажется есть можно набрать опять же аршая новостров то есть родима за и заиграет вот то есть можно набрать легко команду бывших футболистов которые мне кажется украсить любой турнир это да да но и кстати с некоторыми ребятами мы уже а киржакова ворота поставим да вот кстати с киржаковым я еще не виделся на льду со всеми остальными я виделся я виделся на на меня впечатлили больше всего это широков и сычев но уровню именно по уровню прошлом это играли первый матч чуть-чуть на высоких скоростях понятно им было сложно справиться с телом но реально они играли очень прилично но я видела на турнире подмосковье как раз еще был бы он играл и очень прилично но поэтому здорово но надо будет кстати киржакова вызванить вызвать на бой на мой ну да да мы просто посмотри я просто не знаю у него это я думаю что это он не на постоянке я думал попробовал но в принципе осела ли осела ли это у него здесь скажем так продолжает ли он тени откажет договоримся а он сейчас питер живет среди карьеру они не в питере он там то ли ждал назначение то ли ждет ну вот короче что-то вот читал последним да я тоже видел что могу даже врать может быть он уже какое-то назначение да да но я че-то не увидел мельком ну у меня в общем то все мне кажется так в глобально слав спасибо тебе большое что приехал к нам в гости поделился своей историей знакомства с хоккеем в общем то я надеюсь вам это видео понравился она определенно будет полезным для многих спасибо за посмотрю еще раз спасибо коля тебе тоже спасибо еще увидимся хоккей сердце встреч